Перед тем, как делать микроблейдинг, обязательно надо нарисовать форму. Конечно же, мы говорим с клиентом, какую форму клиент хочет. Может быть, есть какие-то предпочтения. Иногда ко мне приходят, показывают прямо фотографии, говорят, хочу такие. Без проблем. Учту все пожелания, нарисую. И пока вы не утвердите мой рисунок, мой трафарет, я не приступаю к работе. И советую всем мастерам, пока клиент не скажет, что ему нравится то, что вы ему нарисовали, советую к микроблейдингу не приступать. Ну, иначе будет результат, который не понравится клиенту. Что касается дальнейшей подготовки, мы нарисовали форму. Сделали, здесь можем сделать у основания немножечко закругленные, да, основания. Можно сделать более резкие. У меня вот, например, основания такие не сильно резкие, но я бы не сказала, что круглые. Круглые вообще просто не люблю. Основания у носа. Вот. Ориентируемся мы, когда мы выравниваем брови, ориентируемся на серединку. То есть вот у нас идет нос. По носу делаем точку здесь, да. И выравниваем. Но также мы выравниваем по глазам. То есть у нас есть две точки выравнивания бровей. Чтобы вот основа была именно здесь. Если мы по носу поставили точку, а оказалось, что они от глаз на разном расстоянии, то мы теперь начинаем смотреть на глаза. То есть вот насколько от начала глаза вот эта бровь начинается здесь, а вот эта бровь, допустим, чуть дальше. А по носу они одинаковы. Что такое? Это самая частая проблема мастеров, которые не могут понять, почему я вроде нарисовал по носу точку, а брови визуально смотрятся сдвинутыми относительно глаз. Это такой вот секрет, как раз вам рассказываю, что ориентироваться нужно не только на нос, а еще и на глаза. Это две точки ориентия. Нос, глаза. Сначала нарисовали по носу. Здесь, допустим, измерили линейкой полтора сантиметра и здесь полтора. И потом смотрим на глаза. Если относительно глаз они разные, то мы их чуть-чуть сдвигаем. И берем что-то среднее. По носу чуть-чуть будет сдвиг, и по глазам будет чуть-чуть сдвиг. Дальше мы смотрим эти, это называется вторая точка. До нее мы доводим сначала одну бровь. Я измеряю ее линейкой до угла. И здесь рисую точно такое же расстояние. Угол мы измеряем линейкой. То есть, чтобы не было одного угла выше, второй ниже, то когда мы нарисовали расстояние, равное до углов, мы прикладываем вот так линейку и смотрим, чтобы она была параллельно полу. Тем самым вы сможете понять, одинаково мы углы подняли или неодинаково. И дальше мы выводим вот эти кончики. Тоже стараемся, чтобы не одна была выше, вторая ниже. Одну рисуем и по ней рисуем вторую. В общем-то, это вся подготовка к микроблейдингу и прорисовке формы бровей. Надеюсь, это видео было полезным. И теперь вы знаете, как подготовиться к этой процедуре. Выбирайте себе хорошего мастера, смотрите его работы и затем уже без проблем приходите. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»